Я хотел сегодня поговорить о промежуточных стадиях, о том, что было открыто во время всего этого движения, но я немножко посчитал, на самом деле я учил эти вещи в спецкурсе не далее, как в прошлом году. Вот, на это нужно 3-4 лекции университетских, поэтому возможности у меня нет. Поэтому мы пропустим темы сегодняшней лекции, ну это скорее семинарское занятие, это аппроксимационные алгоритмы и сложность аппроксимации. Давайте начнем сначала и посмотрим, сколько мы можем продлиться. Значит, как я и обещал, сегодня, я надеюсь, будет немножко повыше, будут нормальные математические лекции. Значит, таким символом я обозначаю множество дворечных слов, конечных дворечных слов. И предполагается, что у всех задач, которые у меня обозначают, я обозначаю множество дворечных слов, это будет задача на графах, еще на чем-то. Но у них у всех, как мы и данные, импуль, можно закодировать дворечными словами для закорничения общности. Если есть дворечные слова, то это неудблено. Мы говорили про задачи распознавания. В теории сложности, задачи распознавания всего разных требований, в том числе и исторических, они называются языками. Что такое язык? Это, на самом деле, просто произволенное множество дворечных слов. Если взять любой пример, который мы занимали, скажем, взбивание на команды, то L это будет множество таких графов, G, которые, скажем, два раскрашиваемых или L-T раскрашиваемых. Ну и нужно понимать, конечно, что каждый граф кодируется в это дворечном слове, но в более-менее в любом виде, как вы хотите, это совершенно неудобно. По крайней мере, для сегодняшней лекции. И задача распознавания, это просто алгоритмическая задача. У вас имеется некоторое слово, есть, конечно, язык, имеется некоторое дворечное слово X. Нам нужно получить ответ «да, нет» на вопрос, принадлежит ли X языку L или L. Ну и теперь я буду дать определение класса NP. Значит, во-первых, мы считаем понятным, что такой пленемиальный алгоритм, алгоритм, который работает за время пленемиального длина слова X. Для ZF принадлежит классу P, если для него существует хотя бы один пленемиальный алгоритм, который отвечает на этот вопрос, и сейчас мы можем совершенно строго написать, что будет класс NP. Значит, язык P принадлежит класса NP. Я сейчас напишу определение, а потом его сравним по интуиции, которая у нас была в работе лучших лекциях. Если существует пленом P, N, и некоторые, ну вот, мне бы сейчас не хотелось писать язык, я напишу предикат A от X, Y, где длина X равна N, а длина Y равна вот этому пленому N. Такой, что предикат A принадлежит классу P, то есть A принадлежит, и выполнена следующая эквивалентность. Вот эту эквивалентность я прошу всех переписать, потому что, даже те, кто не пишет все лекции, потому что мы будем потом возвращаться в самых разных контекстах, а она рано или поздно будет стерта, как и все, что там появляется на доске. X когда он пишет L, тогда и только тогда, когда существует хотя бы один элемент микро, вот, здесь все длины, и мы прям длины, чтобы A принадлежит. Вот, написать можно все что угодно, конечно. Давайте теперь прочитаем то, что уже написано. Здесь же написано, более-менее, тот, чем мы занимались в две предыдущие лекции, но в более формальном виде, значит, дайте вам любую задачу, которой вы занимались, ну, все что угодно. Назовите любую. Расскажьте график в два цвета. Два цвета, пожалуйста. X это граф, а Y это то, что в этом океан называется иногда, я буду говорить в английском, местами ритнес, иногда сертификейт. Y это просто сдает раскраску в два цвета. А дипсилерк это проверяющий критикат. Он просто проверяет. Если X это граф, а Y это вот, это разбиение его горшины в два подкласса, критиката просто проверяет, что раскраска является запорной. И очевидно, что это легкий критикат, он премиальный, он считается в линейной прямой. И так происходит со всеми нашими примерами. То есть X принадлежит языку, и тогда и только тогда, когда существует, я еще одно слово употреблю, но это раз по-русски, доказательство того, что X принадлежит языке. Тогда и только так. Что значит 0, 11 июня по 1? Хорошо. Твоичные слова длины вот такой длины. Зверточка означает любое конечное, любое конечное слово. А здесь мы фиксировали длины. А у нас Y это, например, вариант рассказа. Как можно вариант рассказа выросить точно? Ну, тогда как хотите. Могу записать просто... Могу записать просто, если у нас вершины от 11bm, но это пары. И C, да? Дворичные культуральные числа, это тоже дворичные слова. Чтобы пара идет, можно понять символ, специальный маркер. Давайте мы отследуем это упражнение, на котором упражнение. Что важно для нашей теории, на самом деле важно, это то, что какую бы мы схему ни придумали... Айди... Я хотел бы объяснить, что этот полином, этот и полином, который... То есть AXY из P, а A из P, значит, что на то, что проводится полинальное время, это маркер полином. Да, 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 да. P, ну, P, полином P, и полином, который задает время работы, полином члене предиката, это еще один полином, который я здесь написал, потому что мы не можем... Какой случай у нас с эрциальным предикатом? А? Какой случай? Проверка. Проверка. А это предикат проверку. У вас, у вас имеется X, давайте, это на самом деле, это будет формулировка системного доказательства. Мы хотим доказать, что есть принадлежит A, так? Значит, доказыватель вам дает этот Y, например, указывает раскраску в два цвета, но ее еще нужно проверить. Так вот, во всем, чем мы занимались, проверка простая. Она не то, что премиальная, а вопрос как, он вопрос премиальный. Потому что проверить, является ли ваша данная раскраска, хорошая раскраска данного графа, это легко. В отличие от его нахождение, если, конечно, слепо прочитание. Давайте еще вопросы, это принесаем на место. Вот. Мы дальше будем... То есть Y следует воспринимать как доказательство? Доказательство, witness, certificate. А, так сказать, это просто табличка, что табличка того, что доказательство доказывает... Может, кажется, правильное. Ну, да. А это проверка правильности доказательства. Так, ваш вопрос. Да, мы обучили, это будет на начало, а у вас, первый, а если это у нас, как сказать, на что? Это предикат, это предикат. Так, это не для того. Вычислили закономернее время. Вы хотите, можно было написать языком, но нету на реписе. То есть, это предикат. Очень, во всех случаях, когда нас интересует, был очень простой, потому что, это нормальная прополняная задача. Непополняная задача формулируется так, что проверка, она не то, что уприняется, а просто ночью. Так, еще вопросы? Ну, и теперь мне все-таки в этой лекции мне придется сформулировать теремку Калевина, а именно, формально очень сказал, что какая-нибудь по полной задаче, это мы скажем. Но, нам будет нужна теремка Калевина, а первой, исторически первая, по полной задаче, это задача, так называемая, вообще-то это выполнимость, но на нее сейчас это не очень интересно. Значит, задача выполнимость, это задача, про которую разговаривал все равно. Правда, сегодня мы не будем заниматься модальной логикой. Кстати, что получится, если вести модальность? Это вопрос интересный, но я просто не понимаю, но мы на то время. Зачем выполнимо, что у вас просто имеется выражение, в логике высказывано, то есть имеются какие-то пропозициональные переменные, вы из них строите. В логике, в логике, на другом начале, это будет отрицание, дизионцетная юнция, строите какое-то выражение, булевую формулу, ну вот, насколько я знаю, сейчас такие вещи уже происходит в курсе информатики в школе, И формула называется выполнимой, если и только если, вместо тратинга можно подставить значения в булеры значения, какие-то получатся манипуляции. Вот. Значит, с тем, что Сирон про выполнимость не говорил, он рассказывал про теоремы, какие формулы являются торжественными истинными, логики высказаны, да, или там справедливо на всех моделях одно и то же. Но, на самом деле, если чуть-чуть подумать, окажется, что это не важно, потому что формула Фи выполнима тогда и только тогда, когда отрицание формулы Фи не является торжественным истинным, правильно? Что означает, что формула Фи выполнима? Означает, что можно ее обратить в единицу, то есть, это означает, что ее отрицание можно обратить в ноль. Ложь. А это означает, что это не является теоремой, или торжественной стены, или тартологией, как называете, как это. То есть, вот с помощью такого простого препорционального, ясно, что это одно и то же, но у нас интересно видно выполнимость. И, более того, нас в этом форсе будет заинтересовать не выполнимость, потому что выполнимость, как выясняется, задача не очень хорошая, она слишком общая. Так, чего мне стереть? Ну, давайте я буду стирать последний текст. А! Так, а может быть, тут маркеры есть? Маркер сейчас. Сейчас. А там можно написать? Разрешите. Маркер, наверное, можно. А вы видели, чтобы кто-нибудь здесь писал маркеры на этой доске? Потому что, может, напишу маркеры, а у меня отцов вообще выделяется. А, один раз точно не могу. А? А один раз точно не могу. Ну, правильно, но... Прекается, что это маркеры на этой доске. Давайте, давайте не будем экспериментировать с маркерами. Давайте, что у нас там будут стирать последовательность. Я просто не хочу обратно себе ответственность писать маркерами о том, на чем маркерами писать нельзя. Значит, нам будет интересовать, значит, три выполненности. То есть, оказывается, что это известнейшая задача. И выполненность, она просто у нее очень простая и хорошая структура. Поэтому, грубо говоря, тот же самый выполненность мы ничего не меняем, только на формулу ФИ накладываем очень жесткие ограничения. А именно, формула ФИ будет при КНФ. Опять же, я не знаю, что сейчас входит в курс. В информатике КНФ это конъюнктивная нормальная форма. А, вроде бы. Чего? Так что это? Ну, великолепно. Мне все равно, так как так могут быть люди постарше, которые это в школе не проходили, то я, тем не менее, быстренько напомню, что это такое. Значит, гидрорал... Это или неизвестная, или... Как это? По-моему, писать вот так, что ли, да? Чего здесь нужно поставить? Вот тут штурцентрю не нужно пользоваться, да? Ну, давайте немножко. Какая-то стерка будет? Это, вообще-то, рискок-рисок. Стерка только можно. Сейчас, дайте, я думаю, что немножко поможем. Вот, я сейчас. Давайте, когда... Я так, как я стерок делаю, когда, на самом деле, нужна необходимость. Значит, гидрорал... Это просто и линия неизвестная, и ее отрицаем. Что здесь нужно писать? Ну, ладно, ничего. Вот так, что... Нет, черту сверху. Нет, 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 нет. По-моему, одну еще. Оставлю еще. Я знаю, как пишется отрицание, как пишется интуитивное определение, что это или это, или это. Одна черта. Вот так, да? Да. Все понимают, что это такое. Так, ну и... Это помножимо, потому что... Три плаш. Три плаш. Три плаш. Это просто дизинкция трех плаш. Три плаш. Самое простое, что можно придумать, за исключением, конечно, почему тройка, а не скажем двойка, это еще одно хорошее упражнение. Если вы рассматриваете два крайна, то существует премиальный алгоритм решения этой задачи. Найти этот алгоритм – это хороший упражнение. Так, а что происходит с тройкой? Да, да, да. Значит, выполненность она, на самом деле, очень прозрачная, очень комбинаторная. Выполнить три крайна, это означает, что выполнить все ее клаши. То есть, нам нужно найти какое-то значение для наших голевых неизвестно, что хотя бы в одном клаше, в каждом клаше, извините, появится хотя бы одна выполненная неизвестная. А мы хотим выполнить хотя бы одну неизвестную в каждом клаше. Вот, очень простое комбинаторное определение. Ну и теперь, конечно, знаменитая теорема, одна из, я прошу прощения за некоторый пафос, но это, безусловно, одна из наиболее важных теорем, во всем всем доказанным в 20-м столетии. Это теорема Ука-Велина. О том, что задача три выполненности, ну, на самом деле, будет выполненность, три выполненности уже, давайте стоящую карпу, карпу-допишу, три выполненности появилась уже у карпы. Задача три выполненности является МПО. Доказывать мы ее не будем. И в качестве упражнения ее тоже не дают. Вот. Но, доказывать мы ее не будем. Объяснить я ее, тем не менее, должен, потому что, чтобы МПО, я в прошлый раз тоже говорил только на пальце. Сегодня у нас немножко другой стиль. Поэтому, для того, чтобы сформулировать антиинклпланты, нам нужно понять и сводимость одного языка к другому. Вот. И сводимость будет выглядеть следующим образом. Значит, если мы хотим язык L сводить H3, ну, понятно, как это что-то интуитивно означает. Интуитивно это означает, что если, что вы можете использовать под программу, программу или процедуру для распознавания языка H3, ну, и используя эту процедуру, вы можете решить задачу про язык L тоже. Единственная разница в том, что я вот сейчас буду рассказывать только про сводимость, которая называется one-to-one, или сводимость по карту. Ну, от всего, причем она оказалась в случае, я не очень могу. Значит, что это означает? Это означает, что у нас существует функция из двоичных слов двоичные слова, и премиально вычислимая такая, что X принадлежит L тогда и только тогда, когда F от X принадлежит H3. Вот, для каждого X обстоятельства. Языки, языки. L или штрих это языки. Буквой L всегда будут означаться языки. А буквой L или штрих? Внизу индекс. Это означает стандартное обозначение. Означает минимальная сводимость. Дело в том, что у всего, чем мы сегодня занимаемся, были аналоги и предшественники классической теории рекурсии. В теории рекурсии, наверное, если бы было убрали такое уже более нестандартное обозначение, требуется только, как сейчас, требуется, чтобы функция была просто вычислимая рекурсивная. Ну, чтобы не занимать это значение, или букву P. Это просто обозначение в случае не значения. Итак, Ваш вопрос. То же самое. То есть, если у нас, например, мы хотим экспоненциальную сводимость, нам надо, что F принадлежит экспоненциальную квасцию. Правильно. С водимостью вообще бывают миллионы, хотя я загнул, конечно, но сотни бывают. Вот. Вот. Например, самое простое, естественно, можно усложнить понятие, как, например, M обращается несколько раз в языке M4. Вот. Но при этом можно ограничивать, и это оказывается сложно. Потому что важно, как эта информация используется. То есть это вот самое простое, что только можно быть. Правильно? Один раз обратились, и всё. Но, оказывается, что это уже достаточно теорий. Ага. А вот, по сравнению, если не забить веолент, то есть. Вот есть эксперимент, то есть, подождите. А, хорошо, ну давайте измерите. Пожалуйста, нахерите. Так, а где моя тряпка? Затем затеряем. Там можно, что и два варианта здесь записать, в принципе, можно. Давайте, не только можно, давайте я, чтобы никому не забивать, не забывать. Ну, так лучше. Ну, так лучше. Да, да. Хороший. То есть это, конечно, по нашим средствам. Ну, можно не забывать? Не надо. Не надо. Если люди знают, о чём я говорю на одном языке, а да, какие им не пользоваться? Давайте. У нас сегодня масса материалов, на самом деле. Поэтому давайте, если есть будет общий язык, давайте им пользоваться. Ещё вопросы? Давай. Я правильно понимаю, что этот x просто поставляет каждому слову из i и слову из ht? И не только. Это вы в одну сторону говорите. Это было бы неинтересно. Интересно, что если x не лежит в n, то f от x не будет лежать в l' в локацию. Это было бы неинтересно. Хотя, их ты по множеству больше? Ну, а инфрация бесконечная. О, отчётная, только отбокусная. Ещё вопросы? Можете, например, ознакомиться об вот эти, бутылки? Может. Может. Хотя. Хотя. Ну, самая интересная проблема открытая в структурной теории сложности. Давайте я сейчас скажу, что такое НБКОВНЫЙ язык, хотя, собственно, он же понятно. НБКОВНЫЙ язык — это язык, который живет в классе МВЭ, и к которому сводятся все остальные языки в классе МВЭ. Самый сложный. То есть, если у вас имеется, если качество рекомендованного, то вы сможете подставить любой НБКОВНЫЙ и решить, и будет свой образ. То есть, любой язык из класса МВЭ можно решить, используя эту программу для языка и структурной теории, причем даже таким образом. Вот, теперь, отвечая на ваш вопрос, это все очень интересно, потому что, значит, одна из главных нерешенных задач структурной теории сложности именно структурной, которая вот такими общими вещами занимается, это проблема изоморфизма. Например, можно попросить, чтобы эта функция F, она вообще была би-екцией. То есть, не только что спрашивать, а просто взаимоднозначным отображением. И возникает вопрос, существует ли это полная задача, грубо говоря, будет от этого какой-то вред или нет. Существуют ли это полная задача, которая уже не будет НБКОВНЫМИ по отношению к этому определению. То есть, вы такую суть не сможете устроить, но не всегда би-екцией. Вот этот вопрос называется проблемой изоморфизма, он открыт уже 30-40 лет. Вот, люди пытаются что-то сделать, получаются частные результаты. То есть, для естественных НБКОВНЫХ языков это всегда можно организовать, если получится. Но, в принципе, это не требуется. Ещё вопросы? А существование НБКОВНЫХ языках как бы очевидно? Нет. Ну, как? Это теория. С этого всё начинается. С этого всё окончается. Нет, это не очевидно. Это далеко не очевидно. А есть какая-нибудь процедура? Были расклад? Если два сложных языка построить один, который мажорирует, а тот и другой? Какая такая? Нет. Ну, ладно. В логике всё не так немножко устроено. В логике просто эта теорема как бы оказывается. Доказывается, что если у вас имеется произвольное премиальное вычисление, вообще любое, мы никого мажорировать не будем, у вас просто институт любое вычисление из класса МВ, вернее, ну, вот у нас тут есть премиальный кондикатор, то нам нужно знать, что такое премиальное машин-фюринга. Вот, можно понимать, что мы чистые машины-фюринга, и потом на эту машин-фюринга просто смотрят, и видно, что её работу можно закодировать в виде треекаментов. Любое вычисление можно закодировать таким образом. Вот, я не хочу об этом говорить, потому что, ну, я читал по сложности аспираментский курс, зимой даже, по-моему, читал, или в прошлом году. Ну, вот это вот можно отдельные лекции, чтобы я сформулировать полками доказать. Вот, не хочу. Так, ещё вопросы. Поехали дальше. Дальше мы поведем следующим образом. Эту теорему я доказывать не буду, как я и говорил. Вот, но теперь мы будем из неё должен быть вследствие. Мы, вернее, это всё происходило и до сих пор происходит. Общий принцип здесь совсем простой, а именно, если у нас имеется вот эта вот из-за этого типа оборота полной задачи, то, вот, есть в Capital Science такой термин «boot-strait». Вот, то мы можем за волосы вытащить оттуда из неё все остальные. Просто, в силу такого очевидного наблюдения, что если у вас имеется какая-то из-за этого типа оборота полной задачи, и мы её были в состоянии к чему-то свести, то и штрих, ну, если она сама оборота, то она тоже оборота полной. Правильно? Ну, просто потому, что если у вас там, вот, есть такая другая задача из класса, и она сводится сюда, то, конечно, у нас сводится и сюда, потому что можно взять композицию двух сводящих функций. То есть, или, говоря о математических, то в нашем отношении это, безусловно, это безумно важно для всего, а ну и для этого транзит. Вот. Я сейчас сформулирую ещё одну задачу переборную, и мы докажем её ароматом, вернее, мы докажем её наполовину, а именно я покажу конструкцию. Такое типичное отсутствие, и, по-моему, нам задача будет очень нужна. Типичное рассуждение. Вот. Задача называется «Заршивные открытия». Что у неё является входом? Входом является граф «Ж» и натуральное число. Ну, я говорил, что у нас всё подержится для этих перечисленок, но, по-моему, может быть, какой-то другой, какой-то, как удобно. Теперь, ещё стоит наш язык «Л» состоит из тех парок «Ж» и натуральное число «Ж» содержит вершинное покрытие размерами превосходящего. Таким образом, мы хотим выбрать несколько перечисленок, таким образом, что они будут покрывать всех. То есть, каждое ребро будет содержать хотя бы одну. Возьмите вопрос к формировке, Анатолий Петрович. Давайте. О, извините. Так, вопросы. Можно ещё раз? Я даже могу спросить, если мы это рамки «Герша», что если мы это не боялись, то его концы будут делать. Хотя бы один способ. А, давай. Хотя бы один способ. Если два конца, то получится просто. Ну, эта задача полная, и я хочу… Это находится в путь того, о чем мы сейчас будем говорить. Более соблюдевых вещей. Я хочу это просто сделать. Давайте, всё-таки, где-то производится. Вот это такое рассуждение, оно, безусловно, не самое сложное, но довольно типичное. Но довольно типичное, как я уже сказал. Помогли? Нет. Не так. Мы хотим сводить… А, зря тут всё это стёдно. Ну ладно, всё-таки не восстанавливать. Значит, мы хотим сводить задачу «Тревыполненность», задачу «Вершинное покрытие». Ну, что у нас имеется? У нас имеется формула FII от N-переменов, спасибо. Которая является три CNF. Три CNF. Три CNF. То есть, у нас состоит из класса геометрии. Что у нас требуется? От нас требуется построить грамжа и указать границу УК такую, что эффективно построить, конечно, что «Вершинное покрытие» здесь будет существовать тогда и только тогда, когда исходная формула была выполнена. Ну и я сейчас просто покажу голую конструкцию с минимумом объяснений и оставлю в качестве упражнения довести её в голую, то есть, как говорят, проверку корректности моей сводительности. Итак, вершина монографии будет 3C. Ну и как уже понятно из смысла числа M, они все будут разделены на M-группы. По три вершинки в каждой. Эти группы, конечно, как бы, попытаться не будут соответствовать моим головам. И первое, что я делаю, я рисую треугольник внутри каждой из групп. Теперь давайте, даже если я не буду ничего рисовать больше, давайте я спрошу аудиторию, какой размер минимального покрытия будет у этого графа. Сколько можно вершинок, чтобы покрыть такой граф? 2M. 2M. Правильно. Я сразу пишу, что K, это я тоже обещаю, равно 2M. То есть, вершинное покрытие, я спрашиваю, в самом деле будет вершинное покрытие размера 2M, где такого покрытия не будет. Ну, пока я никак не использую структуру. Этлашев, конечно, нехорошо. Сейчас мы ее будем использовать. Значит, каждый этлаж. Можно вопрос? Угу. При такой формулировке не очень понятно, почему задача вершинного покрытия вообще лежит в классе МФ. Как почему? Как почему? Что является ответом? Ответ у нас по покрытию, либо заявление, что такого нет. Про заявление в классе МФ тут очень важно, про заявление у нас ничего нет. Значит, в заключении в классе МФ, если только есть, для утверждительных ответов существует доказательство. Отрицательное мы не говорим ничего. Ага. То есть, не принадлежность к классу МФ? Ничего не говорим, ничего не проявляется. Ага. Ага. Вот. Это, я говорил вчера, и сегодня тоже был формальный предмет, оно написано. Существует. А если нет, ну, значит, не существует. Ну да. Ну и все. А факт несуществования мы никак не обосновывать не собираемся. Вернее, если мы обосновывать, то получится совсем другая проблема. Опять же, я, наверное, в следующем году буду про нее рассказывать. Теория словности доказательства заводится. Ладно. А здесь мы почти закончили, потому что все, что мне нужно сделать, остальное или остальное в качестве упражнения, это, вот, у нас в каждом классе, тут сидят какие-то литералы. Давайте липать литералы, вот, буквально, значительно л-1, л-2, л-3, ну, и в других классах сидят литералы. Теперь все, что я делаю, это вот, если у меня в двух разных классах сидят дополнительные литералы, то есть здесь сидит какая-то неизвестная, там ее отрицание, да, то я их беру и соединяю ребру. все, это вот моя конструкция. Конструкция, описание конструкции закончено, как я уже сказал, у нас сегодня еще масса интересных и более современных вещей. мы получили драку. для меня важно, что я дал примерно, надеюсь, мне это представление о том, как такие свобильности работают. так, давайте вопросы, потому что рак приведения теории эндопланата я закончил на сегодня. Сейчас мы займемся, собственно, темой нашей лекции, но и к этому будем возвращаться. Вот, тем не менее, если есть вопросы, давайте сейчас. очень интересное время. Есть такие вопросы. О, у вас был вопрос, я не просто чихаю. Так. У вас без него все сами сделали? Да, да, да. Я его строю. Где эта функция? Более того, мы знаем это за... Ну, это чилик, я не понимаю, я говорю, да? У меня конструкция. Что у нас было изначально, а что мы не делаем? Изначально у нас была форма. Нам нужно... Это сводилась от некоторой функции φF, которая берет... У которой аргументом имеется три колена, и нам нужно построить график число кранов. Вот я описал, как ее устроить. А вам теперь можно на досуге, если досуг будет, конечно, доказать, что конструкция в самом деле работает, то есть выполнена то, что происходит. Хорошо. Теперь давайте переходим к вещам намного более современным. То есть часто исследования проходят просто во все. Оптимизационные задачи. И посмотрим, сколько мы сможем проходить. С планами наполеоновскими посмотрим, сколько зайдем. Вот, давайте опять же я последую той же схеме, а именно в начале там формальное определение, а потом мы посмотрим, что оно означает. Что такое активизационная задача? Значит, первая часть, она точно такая же, как в определении условной задачи. То есть у нас не экспонимаем мы. Ну и минимальное участие не прикипло, а адрес. Это то, с чего мы начинаем. Правда, сейчас это в принципе не обязательно, но давайте предполагать даже вот такую вещь, а именно, что язык, там дополненный язык, который у нас загорелся, он на самом деле очень привиальный. То есть у любого икса существует хотя бы одно решение икса. Одно в казахстве какого-то. Цертификат Y существует у любого икса. То есть с точки зрения n.pul.at это вещь абсолютно бессмысленная, потому что язык это идет реальный. Но у вас сейчас имеется немножко другая цель. Единственное, что у нас появляется в лобо, у нас появляется целевая функция. Которая зависит от икса, икса, но чаще всего она от икса вообще не зависит. Но давайте напишем, пункт это линдоль. И это натуральные частицы. И функция z тоже должна быть применять на частицы. Все. Определение дано. Теперь, когда у нас дало такое определение, активизационные задачи, как вы знаете, не бывают задачи минимизации и максимизации. Причем для нашей теории эта разница будет важна. Просто так перейдет одно к другое. Здесь не получается все выключения, которые будут понятны позднее. Вот. Если у нас имеется такая задача, то у нас тут не возникает ни язык, у нас возникает результатное число. Оптимальное значение икса. Давайте я сейчас напишу про минимизацию. Мы минимизируем по всем игрокам. Минимизируем значение целенной функции. Ну, при условии, что игрок является, в самом деле, вот, сейчас я уже не хочу говорить про слово witness или сертификат, игрок является допустимым решением. Как это связано, скажем, с вершинным покрытием, да и с многими задачами, которые не замерзаны, что уже понятно. У нас теперь икс, игрок — это просто, ну, любые множества вершин. Придикат А по-прежнему проверяет, что игрок является вершинным покрытием. А целевая функция, чему будет равна сжатый иксида? Чему будет равна сжатый иксида? Сжатый иксида — это просто мощность. И мы стараемся минимизировать количество, значит, большим, оптимальным, большим опытом. Мы очень многие, и все мы очень многие данные задачи, значит, у нас свои руки, они, на самом деле, оптимизационные, они вот так и формулируются, и мы хотим что-то минимизировать. Мы минимизируем силовую функцию, G — это означает O, вот, но при условии, что игрок придется дальше. Аксомизация здесь будет та же самая. А теперь давайте я сделаю следующее важное замечание. Я уже на лекциях на это намекал. Оказывается, что с точки зрения просто теории сложности оптимизационная задача и ее МП-аналог, они просто совпадают. Давайте сейчас посмотрим, почему. То есть, если у нас имеется активизационная задача, то что такое РНК? Задача, которая соответствует. Что такое РНК? Задача, которая соответствует этому? Понятно, это просто множество тех х и натуральных чисел К, таких, что оптимум от х меньше равно К. Это то, как мы формулировали вершинные покрытия. У вас имеются все вершинные покрытия, возможно, не играть. Ну и нас интересуют те лица, для которых существует один из них, который размер не больше. Это такой общий способ без любой оптимизационной задачи сделать задачи из класса М. Ну и понятно, что эта задача вообще проще, чем задача вычисления оптимального значения. Да? Если вы учите оптимальное значение, то, конечно, это значит, что мы тоже решить сможем. Мы его знаем и про него все сделаем. Оказывается, что справедливо и обратно. Если у нас имеется алгоритм для вычисления вот такой, я знаю такого языка, то мы всегда можем вычислить оптимальное значение, с помощью некоторой процедуры, которая, я надеюсь, сейчас в тюрьме подскажет, как мы это можем сделать. С двоичным поиском. Здесь чего важно? Важно по функции RG, она принимаемого числина. Да? Она принимает значение в множестве натуральных чисел, но она принимаемого числина, это означает, что количество знаков, не само число, само число может быть огромное, но количество знаков в числе не превышает 2 в степени, ну, какой-то другой, полинома L. То есть, наоборот, число знаков не такое огромное, а значение... Правильно. Спасибо. Число знаков в полином, а значение вот такое. Поэтому двоичный поиск, он тоже свернется за время UATL. Ну, вот я не знаю, что происходит с временной постинформатики, нужно мне объяснять, что это двоичный поиск, и это, более-менее, все понимают. Увлекали, что скоро интеллекция. Где следоватый был читать два распространения? Вот, отлично. Значит, с помощью двоичного поиска оказывается, что оптимизационные такие задачи, они по существу одно и то же. вот, но, теперь, но это все моментально разрушается, если это эквивалентно следствие, нас оптимизационные задачи интересуют именно с точки зрения народного хозяйства, как они сейчас называются. А именно, как уже вытекает из того, чем занимаемся третий день, управляющие большинство оптимизационных задачан выполнены, поэтому на них точное решение рассчитывать не приходится. Следовательно, нас интересуют приближенные программы. Ну, и давайте опять дадим определение, сегодня у нас день определения. Значит, ρ аппоксимационным алгоритм. Давайте, вначале, поговорим про задачу минимизации. Тогда у нас ρ должно быть больше дефонницы. Ну, это просто алгоритм, принимаемый алгоритм, который вычисляет некоторую функцию f от x, обладающую следующими свойствами. И мы хотим найти решение, которое отличается от оптимального, похуже. То есть мы хотим найти решение, которое отличается от оптимального, похуже. не более чем от константового. Просто этому не взять константы, она может изменяться в зависимости от длинных ходов. Ну, и оказывается, что проявляется совсем голая теория. Вот. Гораздо более богатая и гораздо более свежата, чем теория, и гораздо более красивая. И, не знаю, когда мы будем ее закончить. Вот. Я хочу сразу сказать, что способы доказательства фактов несуществования по всему целых алгоритмов, которые, в самом деле, работают для интересных оптимационных задач, они появились только после этой деятельности с оперативными доказательствами, которая связывалась к тому, что называется PCP теория. О ней я в любом случае поговорю. Вот. Даже если нам придется не говорить о других вещах. Так. Ну, в любом случае давайте посмотрим сейчас на один нападу примеров. Первый пример, который почитать, он похож на задачу «Видак», но там в одном отношении он проще, в другом сложнее. это задача упаковки в контейнеры. Значит, идея у нас та же самая. Имеются предметы, у них имеются размеры, N предметов, у них имеются натуральные размеры, и имеется тот же рюкзак, который сейчас называется контейнером, в общей действительности «В» большая. Но сейчас у нас никаких нежил, никаких значит меры полезности этих предметов, а именно нам упаковывать нужно вообще все. упаковывать все предметы, конечно, если сумма из этих не превышает B, то это сделать легко, если превышает, это сделать невозможно, но идея в том, что у нас теперь есть много рюкзаков, или контейнеров, и мы хотим все упаковать в эти контейнеры, естественно, условно, различные возможности, так что сумма элементов в каждом возможности будет не больше, чем по естественному образом. что мы хотим оптимизировать, минимизировать, мы хотим, конечно, естественным образом, минимизировать число контейнеров, которые нам будут нужны. Ну, это задача на фонду полную. Извините, контейнеры одинаковые? Ну и... Что дано вот? Давайте сейчас, что одинаковое. Или дано бесконечный множество контейнеров? Бесконечный множество контейнеров. Контейнеров, сколько угодно, мы будем минимизировать. Нужно считать, что одинаковые, да? Ну, оно уже полное для одинаковых, поэтому... вот. Значит, теперь для этой задачи существует очень простой аппроксимационный алгоритм, который достигает качества граммового фонда. И называется алгоритм жадный алгоритм. А? Что говорите? Пихий, каждый рюкзак помал. Нет. Значит... Начинается это. Нет. Алгоритм еще проще. Берем самый большой СТ. Да. Еще проще алгоритм. Вот. Алгоритм... Это примерно... Не знаю, как... Пихаем, пихаем, пихаем. Правильно. Значит, алгоритм... Алгоритм такой. То есть, пихаем, что пихаем, никуда пихаем, неважно. Единственное ограничение... Ну, если можно... Так что там пихать, то, наверное, будет нехорошо. Единственное ограничение состоит в том, что мы не начинаем новый рюкзак, пока в текущий предмет можно засунуть куда-то из предыдущих. Больше ограничений нет. Но это примерно так, как обычно происходит сбор, правильно. То есть... Ну, так вот. Это я тоже хочу сказать в качестве упражнения, что такой жадный, я говорю, должно быть, примитивный алгоритм всегда приводит... вот, сведует константу. Это очень хорошее упражнение, задача, ну, и подсказка, что если не получится решить, это можно найти, но лучше решить самим, потому что это хорошее упражнение, если это хорошее. Вот. И... Это, это результат задачи важный. Очевидно, что тут чисто контейнеров может поступать все что угодно. Пластик. Задача очень важная, и для него, на самом деле, существует очень хороший алгоритм. Давайте, я вот напишу, вот его немножко... чуть-чуть, 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 нольтифтируем, потому что просто из этой единицы возникают эффекты, которые нам не нравятся. Для любой константы вообще эксела, положительной константы, можно придумать алгоритм, который будет, вот, побывать усточивство. А сложность, самая главная сложность. Пренимирование. Нет, может, ширином степени на еселом. Скорее всего, пока не будет. Ну, иначе, было бы. Иначе, было бы. Ну, это, значит, тема... Есть огромная разница в этой науке между вот такими алгоритмами, и алгоритмами, которые... Наша функция еселом может, наверное, на 10. Вот. Это, опять же, тема, отдельного курса лица, это, корректированная сложность. Скорее всего, он, как там, допитник, конечно, нехорошим образом, насколько именно нехорошим, как утепликательная константа или экспонент, я помню. Ну, в любом случае, этот алгоритм, это то, что я бы назвал примитивным алгоритмом, потому что вот такие вот вещи можно делать без всякой теории, а теперь давайте перейдём к тому, что без теории делать не получилось. Я не понял, а ты в целом с этим примитивным назовешь это? Нет, не помню. Ага. Не помню. Вернее, не знаю, я его нашёл на коменте. Ну, похоже, мы ждали, что для рюкзаке, зависит. Если, если для рюкзака, это где-то зависит. Ну, не помню. В любом постоянном рюкзаке это покрытие. Вот. Теперь давайте перейдём ближе к делу на задачи типа горшинного покрытия, где масса, масса других задач. Вообще, ничего здесь делать не возможно с самого недавнего с точки зрения, как мы любим говорить, нижних оценок. Потому что аппоксимационный алгоритм с той же самой константой 2 для вершимого покрытия, несмотря на недостаток времени, я сейчас хочу показать полностью. И хочу показать полностью, потому что эти идеи, они привели ну, практически к целой блоке. Просто вот этот логовитм, по нему видно, что он, как говорят, ад-хок. Его, ну, сюда можно применять, может, еще кое-нибудь там покрыть, а больше, нигде не применять. Вот то, что я сейчас покажу, вот видно, что из него утекает целая наука, она таки из него вытекает. Видно, что можно применять эти методы, почему не угодно. Но мы начнем с вершимого покрытия. Именно поэтому я сегодня его привёл, потому что задача такая оказывается в основном. Значит, я утверждаю, что для горшивого покрытия тоже существует аппоксимационный алгоритм, который достигает вот этой величины 2. То есть, я за принимание времени всегда могу найти горшивые покрытия, которые у которого размера будут ну, не более чем в два раза превышать активность. Угу. Угу. Чего? А? А? У этой задачи есть комбинаторные решения. Я оставлю в качестве упражнения его найти. но я про него говорить не хочу, потому что я хочу говорить про науку. Вот. Наука здесь называется мнение релаксации. Вот. Я вот сейчас покажу, и станет понятно, почему я говорю про это, а не про какие-то там олимпиадные решения, комбинаторные решения. Значит, давайте посмотрим на задачу разрешимого покрытия. Вот. Я вот сейчас с этим призываю сосредоточиться, потому что то, что я буду рассказывать, это вещи очень важные. и вполне практически применимые. Значит, что такое у нас задача разрешимого покрытия? У нас нарисован удар. Правильно, да? У него M вершин. И нам нужно найти вершинное покрытие в этом. Давайте вершинное покрытие будем кодировать векторально. вот. А именно, давайте заведем M в переменную, где переменная хитая будет соответствовать случаю, когда мы вершину и вершины прокрытия включаем, а ноль соответствует случаю, когда мы ее не включаем. но это, я думаю, уже здесь комбинаторный курсов недостаточно. То есть, идея о том, что подможество E это одно и то же, это идея нас здесь замечала. Теперь давайте запишем на этом языке, что означает, что у нас имеется вершинное покрытие. Какие нам надо записать ограничения? Ограничения очень простые, что если у вас имеется какое-то призвольное ребро E, то в его кончиках стоит хотя бы одна единичка. Я хочу ее записать в таком наукообразном виде. Мы пишем такое линейное ограничение для любого ребра нашего года. Ну и что мы хотим? чтобы количество ограничений нашего ограничения стремилось к минимуму. То есть мы имеем самую точку нет контроля. Правильно. И это называется задача целочисленного программира, которые выполнены не очень красиво. А теперь вот я сделаю вещь, которая кажется дикой, но потом к ней привыкаете. а именно и отсюда возникает слово релаксация. Я теперь не требую чтобы икс-ит у меня были целыми. икс-ит и икс-ит любое число между и и и и вами у на задаче до подъем нежин и и значит существует полимеральный алгоритм, который найдет вот просто полностью найдет опт значение вот для этой задачи. Давайте его обозначим опт со звездной. Ну и это значение будет замечательное, потому что оно не превышает нашего опт, просто потому что у нас теперь больше возможностей. Правильно, да? Вот. Единственный вопрос, и этот вопрос оказывается сложным в очень многих случаях, что вам теперь с этим решением делать? Потому что у нас появилось вот нецелочисленное решение, а нам нужно как-то из него извлекать что-то целочисленное. Но, опять же, классические алгоритмы, я не знаю, знакомы ли тут люди с понятием полуопределенного программирования, но, на самом деле, за принимальное время можно решать такие задачи, даже если там стать квадратичными ограничениями. Не важно. Вот. Как из такого частичного решения, по-английски fractional, извлекать информацию, я думаю, что во многих случаях оказывается вещь не очевидная, а в нашем случае это просто. Вот. Давайте я покажу. Вот у меня имеются числа, xn, это одно решение, которое мне было давно алгоритмом. Вот. Извлекать информацию я буду очень простым дедовским способом. Если я равняю мой вектор до ближайшего целого числа. Все. Ну, куда хотите. Вот. Если каждая кордина так уже оккупляется, то ничего еще. Это могут лопаться ограничениями. Нет, нет, опять вверх можно все-таки. А? А вот эти ограничения я не могу... Давайте проверим. Значит, если xe2 плюс g ты больше равно 1, то хотя бы одно из них больше равно 1 и 2. А? А? А по второму деду? А на второму деду? А на второму деду? Значит, на второму деду надо отменить, конечно. Значит, ограничение оправляется вверх. Вот. Поэтому ограничения сохраняются. А теперь что происходит с нашим оптимумом? Нашим оптимумом, на самом деле, с ним тоже ничего страшного не происходит, потому что если мы уменьшаем значение xe2, то от этого нам только лучше. А когда мы его увеличиваем, то у нас значение не более чем 1,2 увеличивается в не более... Такое деду? То есть значение увеличивается не более чем в два раза. Ну вот, это целая наука, которая является частью того, что я сегодня рассказываю. Потому что такую программу можно написать для очень многих задач, для почти всех. Для многих важных компонентов задач, впрочем, она будет, по-буду, квадратичные ограничения, которые нас не останавливают, потому что из логарифов отчаяна, вот, и там, и комарка, и кого угодно, утекает, что такие задачи можно решать. Причем, как я уже имел честь, все это докладывать на самом деле можно решать. Но вот, точнее, я сейчас занимаюсь, мне приходится их решать просто. Есть пакет, бесплатный на интернете, вот. До тысячи переменных он все считает, просто за секунду. Кстати сказать, квадратичное программирование еще до семи-дефинит программирования в начале 80-х, Хачьян, Козлов, Тарасов. То есть это еще здорово. Да-да-да, но это были теоретические работы. Я просто говорю, он как человек, который можно решать в больших количествах. Есть пакет, который до тысячи неизвестных, то есть это не теоретические работы. Так, значит, чего я сейчас хочу еще рассказать. Ну, остаток времени, его не так много, мы потратим на PCP-теорему, которая позволяет получать какие-то результаты, отрицательные, про задачи трудового сорта. Потому что, ну, плойка у нас получилась, можно плойку улучшить. Я сразу хочу сказать, что эта задача открытая. Открытая и наиболее очень известная. Но его наименьшая нижняя экономика, которая здесь, она примерно... Что-то вот такое. С такой константой, если я не ошибаюсь, с такой константой, как вершинность в окрытии нельзя, а с другими... Ой, нет-нет-нет-нет-нет, что я говорю, никаких лучших алгоритмов лучше этого неизвестно. Ну, неизвестно и неизвестно не доказывают. А чем разница, неизвестно не доказывают? Нет, просто можно доказать, что это неапоксимируемость. А вот, 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 что я доказал. А-а-а. Неапоксимируемость остатка, что вот, вот там очень она. Вот. Ну, и я хочу все-таки про PCP-теорему сейчас поговорить, потому что в этом был прорыв, все, что удается сделать в таком случае, делается с помощью PCPT-аремы. Ну и, чтобы дать вам какое-то представление о том, сейчас уже не только противостояние, но и на тематике, насколько она важна, на простом конгрессе в Индии этой теме PCPT-ареме был посвящен пленарной дороге. Не на секции, а просто пленарной. Ну, те, кто знают, что такое генетические конгрессы и представляют значимость пленарных докладов, мы видим, что могут сделать заключение. То есть, это вещь вот такая универсальная. В начале 90-х, то есть получается, что 10 лет... В начале 90-х она была доказана, а после этого дорабатывалось то, что себе помощь можно сделать. Потому что это не покрытие, все-таки исключение. В дальше, может быть, в 3 случаев, удается просто полностью классифицировать задачи на простом конгрессе. Но это вот это исключение. То есть, это, безусловно, главное. Давайте я попробую все-таки хотя бы на пальцах показать, что такое PCPT-арем. Я боюсь, что не успею уже точно объяснить, какое она здесь имеет значение. Какое она имеет отношение к тому, что я буду дураковать. Ну, потом мне что-то будет, вот, понятно. Итак, что такое PCPT-арем? И, опять же, все наше развитие. Вот видите, у нас была группа, пока сюда не вернулась. Давайте вернем на место наше старое доброе определение класса E. Что такое? Сейчас. Не знаю, почему не было. Смотрим. Пока я его напишу в таком не совсем обычном виде, скоро станет понятно почему. Смотрим. Значит, давайте... Так. То, что я еще здесь написал. Это игра Мерлина-Артура. У нас раньше были игры Артура Мерлина. Это игра Мерлина-Артура. Иногда называется публикуемой доказательством. Значит, что это такое? Ну, конечно, нехорошо, что я даже не определил понятие вероятности на машину. Но, бог с ним более-менее все это понимает. Это машина, к которой можно бросать монетку. И поэтому у нее в конце... Сейчас, давайте. Короче, пока исправляемся. Написано. Давайте ответим. А вот, в прошлый раз, когда он располагается, он как бы... На улице, вот этот пакетный монетки или... Так? А то, что... Нет. Нет, конечно. Нет, нет, нет. Я сейчас разрушается. Ну, это хороший вопрос, потому что можно, как ни странно, любой протокол, в котором он монетку не знает, можно переделать протокол, в котором он не знает. Ну, и я думаю, что этот лук, он поделал целый круг, это один из элементов этого круга. Но это уже новая объекция целая, целая объекция. Значит... Да, это возможно. Но сейчас нас интересует не Артур Мерлин, нас интересует Мерлин Артур, который, в общем-то, речь может быть даже более простая, а именно... Это... Здесь написано то же самое, как Леонид Класса и Мерлин, только с той разницей, что у нас алгоритм, который мы проверяем доказательства, он вероятностный. М это вероятность на нашу. Ну, и требуется, и требуется, как всегда, что если утверждение правильное, если лично надлежит Леонид, то существует очень хорошее доказательство, которое всегда правильное. А вот если Мерлин пытается жульничать, и выдает нам любое доказательство Игра, то вероятность того, что мы его не поймаем, она будет не переходить от одной второй. В связи с тем, как они верят на вторую, мы его поймем. То есть это то же самое, что было в Чае, только мы поменяли порядок действий. Мерлин просто публикует доказательства какого-то факта в газете. Ну, в силу каких-то причин проверить его трудно, но если вы бросаете монетку, то его проверить не вполне. Ее можно проверить за 16 градусов. После огромнейшего круга все это вернулось обратно, потому что PCP это та же самая игра, только с небольшой модификацией. Не строгой неразица, не строгая, когда мы пишем — меньшее равняется той второй. Какая разница? А это может как раз и не? Нее-не-не-не-не-не! Обратите внимание, что здесь у меня единица, поэтому это неважно. Плавин? У меня здесь нет одного второй, а здесь как раз... Ну, можно несколько раз провести? Да, именно за счет первого пункта, потому что это односторонняя ошибка. Так, PCP-теорема, это, собственно, утверждает, что вот такой протокол существует для любого языка из класса NPHY. Давайте в заражение. Я уже слышал заражение. Если NPHY в классе NPHY, то всегда можно найти прием, как всегда, вероятность машины M, которая будет обладана таким двумя свойствами. Давайте в заражение, наверное, для этого. Ну, не дотерминировано, но мы знаем, что правильно. Вопрос в том, зачем мы гаражируем весь автогород, если машина, наверное, всегда может быть дотерминирована. Внизу там никакой одно десяток не будет, а будет ноль, все будет отлично, все будет дотерминировано. Вот маленькое, очень важное отличие состоит в том, что машина M, когда она проверяет доказательства Y, то в зависимости от бросания своих монеток она смотрит только на некоторое фиксированное число битов в слове Y. Насколько я понял, рекорд 26, хотя я могу ошибаться. Существует такой алгоритм с этими свойствами, алгоритм верификации, который бросает, он на самом деле бросает не больше, чем с лох N монеток. И проверяет в вашем доказательстве 26 битов. Почему 26? Доказательство этой теоремы, оно было самым сложным в этой науке, оно занимает целую главу. Вот сейчас, собственно, поводом для этого доклада на конгрессе состоялось в том, что появились более простые, немножко более простые доказательства. Ну, это, 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 почти себе второй курс в доказательстве этой теоремы. Ну, значит, так получается. А вот, ну, скажите, я не понимаю, вот вероятность Мира, она у нас две данные, на всех Y? Нет, по случайному бросанию монетки. А, то есть, ну, такая, вот, равномерно определенная. Да, 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 да. Ну, у меня такого всего целого ГР, поэтому у вас количество исходов, а оно… Да, все это, все это ясно. …примерно. То есть… Вот, вот такая теорема… Можно ли ее переформулировать таким образом, что для любой изнащи статус МФ существует алгоритм, который ошибается только с определенной вероятностью по поводу именной преодержимости? Правильно, да, но здесь, да, но здесь, что важно, что этот алгоритм имеет такую ограниченную форму. Он смотрит только на конечное число битых. Вот. Ну, у нее имеется, конечно, философское значение у этой теоремы. Философское значение стоит в том, что любое математическое теорему можно записать таким образом, как называется, галлобортическое показательство, что ее справедливость можно проверить, взглянув только на конечное число битых в доказательстве. Вот. Это, да. Еще я не понимаю, про философское на самом начале. Вот во второй строчке любое Y, это имеется в виду в качестве Y имеет право дать только проверочные алгоритмы, да? Нет, YG – это доказательство, которое дает Мерли. Но доказательства такие, которые удовлетворяют вредные строчки? Нет, 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 Мерли пытается эту вероятность повысить. А. В. 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 Но новое доказательство, основанное на других идеях, оно, по-моему, поприличнее. То есть, можно взять доказательства металлической телевизии, ну, там, какой-нибудь уже записанной аксиом, загнать его, прогнать несколько раз через суперкомпьютер и доказать, что она верна с вероятностью 9-9-9-9-9. В принципе, можно. Но проблема в том, кто будет делать эту трансляцию. То, как у вас доказательство записано на естественном языке, а записано на любом формальном языке? Ну, формально, формально, да. На формальном, да, конечно. Честно, это же факт существования такой машины телевизии, это еще надо ее построить, то есть, это может... Ну, нет, ну, это сложно. В языках-то видно, что все это можно запомнировать, все можно сделать. Проблема в переводе информального писательства на что-нибудь формально, вообще на что-нибудь. Ну, в теории можно, например, переводить никакие проблемы. Вот, это, это первая главная проблема. Просто, как это сделано, уже гонять из одного языка в другое, давай-ка. Не-не-не-не, это все программируется. То есть, там нет никаких, сколько вытасек, но, конечно, оно использует алгебру, даже на геометрию где-то существенную. Вот, коды какие-то, ну, это все... Видно? Видно, в основном, если... Сейчас, ну, казалось бы, быстрее, тем не менее, будет просто пройти напрямую, так сказать, на декоративе, так правильнее. Ну, так, если оно... Да, правильно. Да. А, тогда все-таки такой философистик. Да, во-первых, абсолютно проблема ритмически не расчастет. А, да, произвольного доказательства? Нет, проверка. Проверка. Я всегда на ритмически не разрешиваю. Нет, нет, проверка Радушимов, вы будут здесь проблемой его нахождать? Ну, философистик здесь не самое главное. Вот, я только... Самое главное, что если... Я считаю, что это не так философистическое... Дамы и господа, давайте ответ про списание. Дайте мне еще одну или две минуты, а после этого мы потом дискуссируем. Как это связано с тем, что я говорил до этого? Если подумать, то понятно, как будет связано. Потому что у вас имеется этот проверочный алгоритм, и тот факт, что он смотрит только на 26 битов, он приводит к 26 корня. А именно, каждый плаш этой корня будет соответствовать одному бросанию монетки, и тому, если мы запишем здесь неизвестность, соответствующие этого плашу, то будем мы принимать или нет? Будет ли наш алгоритм принимать вычисление или нет? Я сейчас говорю неоплепивчиво, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Возможно состоит в том, что все это дело можно транслировать на наш язык активизационных задач, и отсюда в частности получается, что задача превыполнимость, а без этого не получается никак, то есть люди пытались это сделать 20 лет, по крайней мере, значит, что ее выполнимость, она не решается аппоксимационным логаритмом ни с какой, с некоторой, правда, очень маленькой константой. А ведь если его равно один, то уже оптимально будет? Да, да. А если он чуть-чуть не учеединиться, то уже неоптимально. На самом деле, потом это было улучшено, но... Больше, наверное, больше. Нет, сейчас меньше, потому что у нас дальше интимизация. Сейчас мы пытаемся... У нас уже три выполнения, мы хотели все классы выполнить. А сейчас мы хотим выполнить как можно больше классы. То есть, выполнить вот стопоклаши, ролл умножить на М, где ролл в случае настоятельности уже нельзя. Если по неравной. Ну и толку, во-первых, это подлески. Ладно, это... это трех точек, то, что я сегодня пытался сделать. Быстро эта тема. Даже не одна университетская реакция. Там есть какой-то общий чеканье-еда. Вот. Значит, я уезжаю сегодня вечером с вечерним экспрессом. До этого меня с большей вероятностью можно оставить на пляже, видимо. Поэтому, если есть какие-то вопросы и захочется поговорить, пожалуйста, я еще несколько часов доступен. А если захочется поговорить после... после Дубны, то мой рекомендастик полный день. Спасибо!